Друзья, добрый день! Меня зовут Андрейка Алена. Я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». Сегодня я хочу рассказать о том, как же пить кастровое масло. Во-первых, сразу нужно задаться вопросом, зачем его пить? Сейчас медики напрямую говорят, что связан кишечник с нашим состоянием здоровья, что наш кишечник – это залог здоровья. Если наш кишечник грязный, мы теряем свое здоровье. В виде хронических заболеваний, начиная от таких, как аллергия, гипертония, всякие сложные заболевания наших суставов. Здесь вообще спектр заболеваний не ограничен. Это единственное, что можно не ограничить, если это грязный кишечник. Поэтому кишечник нужно чистить. Причем уникальность кастрового масла в том, что оно при определенной температуре настолько интересно действует на организм, что помогает вычищать всю грязь даже из самых-самых тонких, самых сложных участков нашего организма, не впитываясь при этом. Причем смотрите, какое интересное замечание. Вот гельминты, находясь в нашем организме, если это крупные гельминты, они своими присосками впиваются в кишечник. И кастровое масло, будучи в разогретом состоянии до температуры нашего организма, оно имеет свойство попадать между стенкой кишечника и присоской гельминта, отслаивая его. То есть мы видим два интересных свойства кастрового масла. Первое – это избавление от гельминтов. Второе – вычищение абсолютно всех наростов, каловых камней, всех токсинов, всей этой мазуты, которая накопилась у нас в организме посредством нашего неадекватного питания, то есть вареной едине. То есть денатурированные жиры откладываются у нас в виде очень страшных вещей, которые просто как будто бы кусок грязи. Поэтому кастровое масло пить полезно, кастровое масло нужно пить постоянно. То есть если вы наблюдаете за собой, что у вас нарушена перистальтика кишечника, запоры или, например, просто диареи на фоне какого-то питания, знайте, что кастровое масло – это ваша палочка-выручалочка. Теперь вопрос, да, кому и когда надо пить масло? Я уже сказала, да, что если это нарушение каких-то свойств кишечника, всего ЖКТ, если у вас есть хронические заболевания, если у вас есть отклонения в здоровье вообще хоть какие-нибудь, то кастровое масло для вас. И тут получается, что его нужно пить всем, да. Кому не рекомендуется пить кастровое масло? Кастровое масло не рекомендуется пить людям в состоянии обострения болезней желудочно-кишечного тракта. Ну, это язвенные болезни, но только язвы, да, которые вот на стадии кровоточения. Если же это статическое проявление язвенной болезни, все, тогда пить можно. И второй пунктик – это беременным. Мало кто знает, да, сейчас вот не цацкаются с женщинами в момент родовой деятельности, просто вкалывают какую-то определенную штуку, и родовая деятельность усиливается. Так вот, кастровое масло усиливает родовую деятельность. И на момент любого срока беременности мы не пьем кастровое масло. Все, да, то есть мы знаем, что этого нельзя. Это единственные два пункта, которые неприемлемы для питья кастрового масла. Теперь, как пить кастровое масло? На каждый килограмм веса мы берем 1 грамм кастровки. Если во мне 50 килограмм живого веса, я беру 50 грамм кастровки. Если же 60, я беру 60. Вы знаете, да, что кастровое масло – это не мана небесная. Его трудно пить и по вкусу, и по запаху. Оно достаточно трудно, приемлемо для выпивания. Для того, чтобы облегчить себе участь, люди придумали такую хитрость. Мы берем кисло-сладкий сок. Например, это яблочный сок, либо это сок гриб-фрута. И берем его в пропорции 1 к 1. То есть если я взяла 50 грамм кастровки, я беру 50 грамм кисло-сладкого сока. Смешиваю его с кастровкой. Мы знаем, что любое масло, оно легче воды и расслаивается. То есть нельзя так налил и сразу же выпил. Нужно все это взболтать. То есть мы взбалтываем либо в блендере, либо в маленькой бутылочке пластиковой, в которой продается водичка, например, для детей. Заливаем туда и сок, и масло. И интенсивно взбалтываем в течение минуты полторы. Все. И на вдохе, то есть мы вдохнули и тут же выпиваем кастровое масло. Выпиваем залпом и тут же сразу же заедаем каким-нибудь мягким, сочным, кисленьким фруктом. Это может быть гриб-фрут, это может быть апельсин, мандарин. То есть что-то сочное такое, не яблоко. Яблоко жевать нужно, а здесь нужно просто высосать сок и все это проглотить. Вот. То есть вы сразу же после того, как выпили кастровое маслице, выпиваете, заедаете, да, ну, выпиваете, заедаете кисло-сладким фруктом. Теперь как часто нужно касториться, да. Даже специальное слово придумано, термин для этого действия. Касториться, да, то есть касторкой. Как часто мы пользуемся касторкой. Вот смотрите, оптимально это раз в неделю, раз в шесть дней. Как теперь мы пьем, да. То есть необходимо подготовить свой организм для того, чтобы пить касторку. Вы можете раз в пять дней, раз в семь дней, но, в принципе, оптимально раз в неделю, да, раз в шесть дней. Вот. Например, вот закончилась неделя трудовая. Кто независим от наемного труда, тот вообще деятельность по касторке не ограничена. Вот, например, пятница вечер. Вы ничего не кушаете. Вы пьете только травяной чай. То есть заварить ее там, настоять на травках, на лечебных, хорошо, если это будет ромашка, ноготки, иван-чай. Любая травка лечебная хороша в этот момент. То есть вы можете ее настоять на водичке 40 градусов, да, в течение, там, ну, заранее, с утра, например. Например, заложили травку в термос с просто комнатной водичкой, не кипяченой, и вечером у вас будет приятный вкусный настой. Вот. То есть вы целый вечер пьете настой с медом, не кушаете. С утра на голодный желудок. Вот открыли глазки, пошли, привели себя в порядочек, пошли себя настроили, да, смешали сок с маслицем. И выпили. Целый день мы ничего не кушаем. Если хочется пить, пьете тот же самый настой. Пьете его с медом, не ограничивая себя, пьете, пьете. Если не хочется пить, не пьете, потому что состояние, конечно, такое, ну, пограничное. То есть сразу же, как выпили, мы не наклоняемся, не приседаем, мы просто можем лечь. Можем работать в обычном режиме, как обычно дома мы себя ведем, да. Хорошо, если очищение начинается через два, через три часа. Но это не будет страшной диареей. Это будет планомерное просто очищение организма. Если же очищение организма началось ближе к вечеру, вы должны понимать, что у вас просто очень-очень грязный организм. Либо вы взяли маленькое количество по граммам кастрового масла, да. То есть оно просто не взяло вас. Поэтому здесь нужно понимать, что если очищение началось очень поздно, то значит организм очень грязный. И нужно постоянно пить кастровое масло. Постоянно, не прекращая. Теперь следующее. Меня иногда спрашивают, стоит ли делать себе клизмы. Вот смотрите, если у вас есть такое дело, застойные явления, да, кишечника, запоры и так далее, тогда в обязательном порядке вы делаете с утра клизму. Вот вы проснулись, у вас либо клизма полноценная, либо кружка эсмарха, что еще лучше, да. Вы себя почистили и после чистки пьете кастровку. Если же застойных явлений с вашей точки зрения нет, перестатика кишечника нормальная, тогда вы можете сделать либо микроклизму, либо просто клизму. Это на ваше усмотрение. Ну, тут уже, конечно, я скажу, что лучше сделать. Теперь какое кастровое масло выбрать? Честно скажу, вот в аптеке то, что продается, это просто пить невозможно. Мало того, что это зачастую подделка, то есть это даже название кастрового масла, но это вазелиновое масло, да, которое является производной нефти. И я не рекомендую такое пить, потому что пользы от этого, ну, 50 на 50 прочистится организм, гельминты также выводятся хорошо, но то, что вы пьете производную нефть в виде вазелинового масла, это не совсем хорошо. Настоящее кастровое масло делается из семян растения клещевина. Клещевина, да, и продается оно в очищенном виде. Здесь нужно понимать, что оно достаточно токсичное, да, потому что клещевина сама по себе является токсичной. Поэтому мы покупаем масло у проверенных производителей, которые продают масло, прошедшее очень много степеней очистки, имеющие, да, много степеней очистки. Поэтому обратите на это внимание. Растительное, натуральное масло клещевины должно быть исключительно чистым. Ну, думаю, что все. Обо всем я вам рассказала. Я рада буду вопросом. Меня можно найти в моем блоге Андрейка Алена по ссылке под видео. Подписывайтесь на мой канал Чаровное Средине. Крепного вам здоровья, друзья! Друзья, выздоравливайте, пусть ваш кишечник будет чистым, а ваше здоровье крепким.